Всем привет, это Наташа и я надеюсь, что вы не успели сильно соскучиться, потому что у меня был веский повод пропустить один выпуск, ну, потому что на прошлой неделе я отмечала день рождения. Представляете, мне уже 30 лет, когда я впервые на студию Велсаком пришла, мне было 24. Да уж, время летит незаметно, но что поделать, такова жизнь. Зато я очень круто провела время в Африке, как следует подзарядилась витамином D и готова делиться всем самым интересным, ну и, конечно же, витамином D с вами, так что погнали. Не прошло и недели, а я уже очень сильно соскучилась по обсуждению самых свежих слухов относительно яблочных устройств. Наш любимый инсайдер Марк Гурман заявил, что, во-первых, пресса новых iPad состоится либо в конце марта, либо где-то там в апреле. На это указывает, как минимум, то, что Apple уже вовсю потеет над специальной версией iPadOS 17.4 для новых гаджетов. Ими, я напомню, станут два iPad Pro с OLED-экранами, а также два iPad Air, один из которых впервые получит 13-дюймовую матрицу. Во-вторых, по данным инсайдера, Apple начала разработку MacBook Pro на пока еще не анонсированном ЧПМ4. Ждать его еще не менее года, поэтому, к сожалению, каких-либо смачных подробностей нет. В-третьих, по словам Гурмана, в iOS 18 добавят некий режим слухового аппарата для AirPods Pro. Технически эта опция в наушниках уже реализована, но она глубоко закопана в настройках. В новой же оси ее включение, скорее всего, сделают более простым и быстрым. И да, я уже знаю как минимум одного человека, которому новая фича AirPods на 100% пригодится. Причем причиной глухоты стали, как ни странно, наушники. И я призываю вас сейчас навострить ушки, потому что это может коснуться каждого. И да, тебя тоже. Молодая китаянка из провинции Шаньдун почти оглохла из-за того, что часто и подолгу слушала музыку в наушниках. К врачам девушка обратилась после того, как в один не очень прекрасный день поняла, что не слышит, как ее чхвостит начальник. Несчастная пошла к врачам, и те выявили у нее необратимое неврологическое повреждение левого уха. Сначала лекари подумали, что китаянку кто-то избил, или она работает на стройке без защиты. Но истинная причина оказалась интереснее. Выяснилось, что девушка еще в колледже научилась засыпать в наушниках под музыку, и Эд стал ее привычкой. С тех пор пострадавшая на протяжении двух лет каждый вечер втыкала в уши затычки и отправлялась в постель. Врачи сказали, что меломанке повезло. Пострадало только одно левое ухо, и пострадало относительно легко, так как компенсировать потерю слуха можно при помощи слухового аппарата. Кто узнал себя, поднимите руку. Честно вам признаюсь, я тоже иногда засыпаю в наушниках, но только не под музыку, а под какие-нибудь там видео с интервью длинные, или ну всякие другие видосики такие бывают муторные, но тем не менее интересные. И не знаю, вот возможно, как бы на мой слух это никак не повлияет, поскольку там нет громкой долбежки, но тем не менее я что-то задумалась, стоит ли мне дальше так делать, или все-таки бдить за этим моментом. Просто будет обидно, если я оглохну, слушая какое-нибудь очередное интервью Тинькова. Сомнительно, но окей. Если вы давно хотели увеличить память своего MacBook, не покупая при этом новый Note, то у меня для вас есть замечательная новость, вам всего-то нужно поехать в Канаду. Начиная где-то с выпуска MacBook на M-процессорах, Apple начала впаивать модули SSD в материнскую плату. Таким образом, возможность расширения памяти на ноутах простым способом автоматически отпала. Так вот, в Канаде появились мастера, которые поставили на поток замену SSD в новых MacBook по хардкорной смене. Название конторы Vancouver Mac. Они научились не только перепаивать чипы NAND на плате с родных, на неродные, но еще и прошивать систему, чтобы она не ругалась на инородные компоненты. Последнее, кстати, в подобных ахалай-махалаев, как правило, самая сложная задача, так что им респект. Стоит данная процедура недешево. Например, расширение памяти до 2 терабайт в каком-нибудь стоковом MacBook Air на 256 гигов обойдется в 400 баксов. Довольно дорого, но есть пара но. Первое но заключается в том, что работа Vancouver Mac стоит все еще меньше, чем разница в цене между новым ноутом на 256 гигабайт и двумя терабайтами. Второе, но работа мастеров дарит надежду на то, что когда-нибудь они научатся перепаивать и перепрошивать модули оперативной памяти. В Китае, кстати, подобные эксперименты уже вовсю идут и есть даже случаи успешной замены. Правда, только в MacMini. Интересный факт. Перелет в Торонто из Москвы туда-обратно с кучей пересадок в странах Шенгена стоит от 150 тысяч рублей. То есть, помимо билетов, нужно будет еще оформить визу, а еще платить за питание и проживание на момент, когда память вашего MacBook будут увеличивать за 400 баксов. Так что, выходит, конкретно нам выгоднее все-таки купить новый MacBook или же пользоваться внешним SSD? Не благодарите. Вообще, сейчас все очень дорогое. И техника, и путешествия, и цены на автомобили вы тоже наверняка все прекрасно видели. Дешевле двух миллионов сложно вообще что-то выбрать. Я уже не говорю про жилплощадь. На сегодняшний день вообще легче жить в палатке. Кстати, Tesla начала продавать навесные палатки для своего электропикапа. Называется аксессуар Cybertruck Basecamp. Илон Маск, кстати, его анонсировал еще в 19-м году вместе с машиной. Только вот к релизу внешний вид палатки сильно изменился, если сравнивать ее с рекламными картинками. Теперь это не футуристичная капсула из фильма про покорение Марса, а будто бы обычная туристическая тент-палатка. Будто бы, потому что на самом деле, судя по отзывам первых покупателей, она очень крутая. Пользователи хвалят и качество материалов, и фурнитуру, и эргономику. Кажется, подкачал только дизайн. Точнее, даже не дизайн, а несоответствие обещанного варианта с релизом, над которым в интернете, конечно же, многие смеются. Мол, смотрите, вот ожидание, а вот реальность. Ну и цена, она по-тесловски большая, 3000 долларов. Ну, хоть комплект богатый. В эту стоимость входит установка, специальный насос и ремкомплект. Все, конечно, хорошо, но у меня есть только один вопрос. Кто в здравом уме попрется на кибертраке в лес и на рыбалку, если его кузов, по отзывам, начинает ржаветь при первом попадании туда влаги? Не практично как-то совсем, хотя купить кибертрак и палатку к нему за 300 тысяч рублей сама по себе как бы говорит о том, что хозяин-то крэйзи. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Дурку поедете? Какую дурку? Какую дурку? Так, а теперь переходим к главному событию кино. Американская киноакадемия в 96-й раз раздала статуэтке Оскар, так что спешу рассказать, кому досталось больше всего. Триумфатором церемонии ожидаемо стал Опен Геймер. Он получил 7 наград при 13 номинациях, включая приз в главной категории. Примечателен этот фильм еще и тем, что за него свои первые Оскары получили Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший. Еще свою первую статуэтку в этом году получил Уэс Андерсон за короткометражку «Чудесная история Генри Шугара». Награда за главную женскую роль ушла Эми Стоун из «Бедных несчастных». Поздравляем ее! А еще совершенно заслуженно награду в категории «Лучший» анимационный фильм заняли «Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки. Награду за спецэффекты внезапно получил японский и, на первый взгляд, минималистичный фильм «Годзилла минус один». Няша Билли Айлиш стала двукратным лауреатом Оскара, оба раза за лучшую песню. Конкретно в этом году награду ей принес трек «What was I made for» из Барби. Правда, и откровенные неудачи в этом году тоже были. Так, например, шедевральные «Убийцы цветочной луны» из Корсеза при 10 номинациях не получили ни одной награды. Без знаменитых юморесок Оскар тоже не обошелся, и за них причем даже никто не получил по лицу, в отличие от прошлой церемонии. Главной комедийной звездочкой в этот раз стал Джон Сина. Он вышел на сцену совершенно голый, прикрываясь конвертом с названием победителя, и долго не мог его открыть. К сожалению, после шоу появились фотографии Сины с другого ракурса, которые показали, что он был не совсем голым. Его пригласили буквально на минуту, и Сина не знала характери мероприятия, просто зашел, как говорится, не в ту дверь. Так, со всеми случается, мы его за это не осуждаем. Однако, пока все обсуждали итоги Оскара, кое-какие интересные движухи на рынке кино произошли и в России. Отечественный кинопрокатчик Вольга объявил, что привезет в Россию одну из главных киносенсаций 2024 года, фильм «Манки Мэн». Причем российская премьера состоится всего на неделю позже мировой, 11 апреля. В честь этого события они даже выкатили первый русскоязычный трейлер фильма. Напомню, что «Манки Мэн» — это боевик о мужчине, который хочет отомстить за гибель своей семьи. Он работает в элитном ночном клубе и участвует в подпольных боях, чтобы попасть в криминальный мир. «Манки Мэном» главного героя называют, потому что на ринге он выступает в маске обезьяны. И фильм, кстати, уже начал получать оценки критиков, и там прям все очень даже хорошо. Например, на «Роутон Томейтас» у него рейтинг свежести 89%. По сути, если очень коротко подвести итог, то к нам официально заезжает индийский Джон Уик, а дальше, как говорится, больше. Так что «Танцуй, Россия!» Шутки с шутками, но вообще трейлер выглядит неплохо. В отличие от новостной повестки про игры, никаких больших премьер на этой неделе, к сожалению, не было. Однако мы с вами не расстраиваемся, потому что вместо них были большие утечки. Датамайнеры в поисках меди перелопатили все слитые хакерами материалы студии «Инсомниак» и нашли золото. Это я к тому, что в сети появились сначала трейлер, а потом и геймплей отмененной мультиплеерной игры Spider-Man The Great Web от Sony. Судя по увиденному, проект должен был стать отдаленным аналогом GTA Online с кооперативом на пятерых, где каждый игрок мог примерить на себя роль одного из множества Человеков-пауков, ну или его соратников, в виде Гвен Стейси или Венома. Почему Sony отменила The Great Web, непонятно, особенно учитывая, что, как кажется, по трейлерам, игра была уж почти готова. Грусть, печаль и тоска. Мне вообще кажется, что Человека-паука много не бывает. А тут у нас отняли целых пять. Мы этого не забудем. Но это еще не все. Под угрозой невыхода находится еще одна игра. В общем, есть такая японская компания, как Capcom, которая последние годы делает офигенские ремейки старых Resident Evil. Уже есть обновленные версии первой, второй, третий и даже четвертой частей, и на очереди пятая. Но с ней есть небольшая сложность. События Resident Evil 5 разворачиваются в вымышленной африканской стране. Туда прилетает белый военный и натурально устраивает геноцид местному чернокожему населению под предлогом обеззараживания территории от опасного зомби-вируса. Данный сеттинг вызвал вопросики у общественности еще в 2009 году. А уж сейчас, после движения Black Lives Matter, массовое убийство темнокожих и вовсе кажется нонсенсом. Так вот, популярное игровое издание IGN обратило внимание на эту проблему и предложило сгладить углы, сделав в новой игре главного героя тоже темнокожим. Типа, если черный будет убивать черных, то это уже не так страшно. Любопытно, что в комментариях в статье в XE многие из комментаторов пошли дальше и начали предлагать массовые убийства белых руками темнокожего главного героя, а также другие, не менее захватывающие варианты развития событий. Многие из них оказались варварскими настолько, что IGN просто закрыла комментарии вообще к этому посту. Слушайте, как будто бы здесь вот очень тонкий лед, потому что я только что вернулась из Африки, из Кейптауна. Но как вам сказать, вот там нет очевидного неравенства. Но, во-первых, реально огромная прослойка бедного населения там черные. И, во-вторых, ну вот в парочке ресторанов, где мы сидели, мне прямо было не по себе, потому что, когда сидит полный зал белых с идеальным английским произношением, а обслуживающий персонал все черные, ну вот как-то так, так себе, понимаете, о чем я говорю. Как в других местах по миру, я не знаю. И к тому же игры это все равно просто игры. Но вы знаете, как будто бы ты видишь некоторые вещи, когда своими глазами ты начинаешь по-другому на все это смотреть. Ну, это мое мнение, опять же. Что вы думаете на этот счет, обязательно пишите в комментариях, они у нас открыты. А пока я отдыхала, нейросети, как обычно, трудились, не покладая своих кибер-рук и продолжали эволюционировать и доэволюционировались до того, что научились играть в видеоигры. Точнее, пока только в одну игру и ей является, конечно же, классический Doom, ведь в мире нет других игр, с которыми можно экспериментировать. В общем, сотрудник Microsoft решил протестировать способности GPT-4V к прохождению Doom, а та взяла и без каких-либо проблем начала ее проходить. Айтишнику только и пришлось, что простыми словами описать для нейросети задачу и врагов. У некоторых, кстати, от эффективности модели побежал холодок по спине, потому что по факту GPT-4V можно прицепить к какой-нибудь самоходной установке со стрелялкой и камерой и сказать ей «Едь или лети!» наказывать вот этого человека, и она поедет, и полетит, и да. Похожие эксперименты уже проводились. В США совсем недавно энтузиасты запрограммировали обычный дрон с камерой за 100 баксов таранить людей, опознавая цели по лицу. Там было по-настоящему жутко, потому что дрон реально начал таранить нужных ему людей. И, к счастью, дрон в этом эксперименте использовался маленький и безобидный, поэтому никто не пострадал. Однако, прикиньте, что будет, если он будет большой, а если вот к нему еще прицепить нож или, не знаю, какой-нибудь другой продолговатый предмет, это же страшно. Отдельно, кстати, выделю историю с Google, потому что она на базе искусственного интеллекта разрабатывает универсального игрового партнера для видеоигр. Исследователи обучают и и агента Сима к прохождению любых видеоигр, чтобы сделать эдакого нативного помощника, который вместо текстовых или видеоподсказок будет показывать геймерам-неумехам, как преодолевать те или иные препятствия. Пока, правда, Симу научили только нескольким сотням, скажем так, базовых навыков, перемещения в пространстве, запуск игровой карты и так все в этом духе. Тренируют помощника на разных играх, включая симулятор Козла 3, No Man's Skies, Satisfactor и не только. Следующим этапом, очевидно, искусственный интеллект научит отвечать в Дискорде грамотно на выпады про мамок, раков, школьников и далее по списку. Так, ну а в конце, как обычно, ЦУМ недели, и у нас для обсуждения есть несколько модных поводов. Во-первых, любители эпатировать публику постсоветскими вайбами из Баленсиаго решили не изменять себе и эпатировали ее снова. Модный бренд отгрузил много стаффа из коллекции Fall Winter 2024-2025, каждый из которых как на подбор лютый трэш. Начну, пожалуй, с очков, которые закрывают почти все лицо. Называются они Mask 24 на 7, цена, как обычно радует глаз, 2,5 тысячи евро. Лимитка? Идем дальше. Причем идем в моднейших утепленных Вейдерсах. А идем мы куда правильно? За браслетами в виде рулонов из прозрачного скотча. За 3 тысячи евро. И, конечно же, говоря о брендах, я не могу пройти мимо главного скандала недели в индустрии моды, потому что инициатором его стал кто? Канни Уэст. В ночь с 11 на 12 марта он выступил в Сан-Франциско с презентацией альбома Vultures 2. И в какой-то момент рэпер появился на сцене в футболке Гоши Рубчинского, на одной стороне которой написано И это было не просто смело, а пипец как смело. Как несложно догадаться, выходка Уэста стала продолжением затянувшегося конфликта между рэпером и Адидас. Что иронично, перформанс артиста совпал с публикацией финансового отчета компании за 2023 год. И в нем она сообщила об убытке в 58 миллионов евро. И что самое интересное, случился этот убыток как раз из-за ссоры бренда с рэпером. Заруба получилась знатная и остросюжетная, поэтому, я надеюсь, вам очень пригодился попкорн или что вы там ели во время просмотра этого видео. Да, если кто не знал, у нас тут классная традиция писать, что ели во время просмотра видео. У нас на студии сегодня праздничная пицца, которую я ребятам заказала на свой ДР. Я вот буквально недавно вернулась. Хочу, чтобы они тоже вместе со мной почувствовали этот вайп заряженности 30-летних. Ну и, конечно, я привезла им из Африки вот такой вот деликатесик. Называется Билл Тонг. Это африканская разновидность вяленого мяса. Очень даже вкусненько. Если у вас будет возможность, тоже попробуйте. А у меня на этом все, ребята. Кто так же скучал, как и я, обязательно отпишитесь в комментариях. Я вас там всех увижу. Не забывайте лайк поставить свой замечательный, подписаться на телегу, подписаться на YouTube. Короче, вы все знаете. Вы красавчики. Я вас всех целую. Всем пока.